Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Две недели до начала лета. Всем уже хочется яркого солнышка и теплой погоды. А вот какой прогноз сегодня у синоптиков? В Карачаево-Черкесии местами кратковременной дождь и гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-11, в горах до плюс 5, а днем 15-20 выше нуля и местами 7-12 со знаком плюс. В Черкесии слабый дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 17-19 градусов тепла. Черкесская городская клиническая больница вернулась к штатному режиму работы с сохранением коек для оказания стационарной помощи ковидным больным. Отделение для коронавирусных пациентов на 20 коек полностью изолировано от остальной больницы. Соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для функционирования ковидного отделения внутри больницы. Напомним, что Черкесская городская клиническая больница являлась не только самым крупным ковид-госпиталем в Карачаево-Черкесии, но и единственным в республике, который беспрерывно работает с начала пандемии. То есть более двух лет. В Учки-Кене карачаевский и черкесский с аншлагом прошел спектакль «Вершина» о депортации карачаевского народа. Режиссер постановки Сергей Пронин играли актеры из Санкт-Петербурга. В эксклюзивном интервью автор «Идеи» и генеральный продюсер Денис Минкин рассказал Али Динаевой, как они готовились к премьере в Карачаево-Черкесии, о творческих планах и многом другом. Здравствуйте, Денис Юрьевич. Вот сейчас завершилась премьера в Черкесске, спектакль «Вершина». Расскажите, пожалуйста, как получилось, что вы решили поставить спектакль, цель спектакля и задача какая? Конечно, я никакого отношения к сцене не имею. Это, в общем, моя такая придурь в какой-то мере была попробовать себя в этом плане. И цель-то была, собственно, не собственное творчество, а дать должное истории вашего народа, а дать должное истории одной семьи, которая мне близка, которая мне дорога, семьи Беджиевых, которой посвящен Белялу Беджиеву этот спектакль. Ну, собственно, наверное, и получилось так. Денис Юрьевич, у нас большая страна, многонациональности, культура, быт, традиции карачаевского народа. Жителям Петербурга, ну, может, не так хорошо знакомы. Вот вживаться в роль, узнавать историю. Работа проделана объемная. Сколько она по времени заняла? Сложно было им вживаться в роль? Страна большая, народы разные, но я должен вам сказать, что беды-то у народов одинаковые, как правило. И надо сказать, что депортация ведь касалась не только народов Кавказа и не только карачаевцев. Здесь на Кавказе с карачаевцев начали, дальше продолжили и балкарцами, и чеченами, и ингушами. При этом и в других частях России это происходило. Я карел, например, по национальности. Финов депортировали из Ленинградской области в огромном количестве. Начали за 11 лет до Кавказа. Просто, к сожалению, мы мало друг о друге знаем. То, что касается, ну, такого вживания в роль, это надо скорее на двух актеров спрашивать. Но я должен сказать, что они все в основном, если вы заметили, молодые. И они горят этим спектаклем. Он им запал в душу с самого начала. Мы сами плакали на репетициях, сами играли это очень искренне и старались свою душу отдавать. Ну, поэтому, может быть, так и получилось. Спектакль мы... Ну, я затеял-то его давно. Другой вопрос, что это дело тонкое. Я не очень решался к этому приступить, начиная от того, что я не профессионал. И кончаю тем, что тема, вообще-то говоря, аккуратная, тоненькая. Здесь затрагиваются вопросы и национальные, и вопросы веры. Я чужой человек здесь в этом плане. Но когда я все-таки решил попробовать, я приехал сюда в семью, в которой я очень часто бываю. Это семья Байрамуковых в Рим-Горке. Пришел к Абукали Байрамукову. Он сам прошел депортацию ребенком. Он и есть прообраз Сиита в этом спектакле. Я к нему пришел и спросил разрешение, могу ли я взяться за эту тему. И он мне разрешил, в какой-то мере благословил на это дело. Вот с этого момента у нас ушел год, примерно на подготовку спектакля. Мы очень много перечитали фактического материала и книг, ну, тех, которые на русском языке. Потому что много на карачаевском, увы, здесь есть ограничения. Пересмотрели фильмов там и каких-то интервью, и есть художественный фильм про депортацию. Постарались сделать немножко не так, как это было до нас. Думаю, что нам удалось. Мы постарались так не ужасы показывать и не смерти на сцене, а показать как раз веру в будущее. Показать то, что гордость народа, его честь, она не сломлена. Смерть героя в определенной степени бессмысленна. Но он показывает этим то, что у народа есть будущее, то, что он верит в это. И благодаря этой вере все, конечно, и возродилось. Каждый человек, сидя в зале, лично я смотрела в «Учкикении», вспоминает историю своей семьи. Как бы проносится вот в мыслях перед глазами. Мой дедушка, как и вот герой вот этого спектакля, вернулся с фронта, не зная, что его семью выселили. Но потом его отправили в Казахстан, но, к счастью, он встретился с семьей. На самом деле, действительно, очень много интересных и встреч, и таких моментов, которые придают уверенности, что мы, в общем, сделали правильную вещь. Вчера подходил, ну, он уже, может, не парень, ему лет 40, наверное. В Карачаевске, да? В Карачаевске, да. Он подошел со слезами на глазах, несколько раз меня благодарил. И потом признался, что у него бабушка, по сути, вот прообраз нашей Фатимы, она в 16 лет, девочка еще на работе на полях в Казахстане, получила звание Героя Социалистического Труда. То есть, это стопроцентное совпадение. При этом, это никто так мы не подделывали. Вчера с нашим дедушкой, с Сиитом, стали фотографироваться три женщины в Карачаевске. Он их спрашивает, почему именно со мной-то, я не самый симпатичный тут. Они говорят, так вот у нас дед там, по-моему, был директором школы. Значит, кто-то вечером, когда уже обсуждали этот спектакль, кто-то говорит, я тоже Хубиев. Ну, это понятное совпадение. Ваши клановые фамилии, их много, но они все-таки тут совпадают часто. Каждый находит что-то свое, никто это не подделывал специально. Считайте, что это магия искусства в какой-то мере. Но было бы еще более интересно, то, что вчера вдруг в труппе начали всплывать определенные факты. Одна актриса сказала, что у нее мать была депортирована как немка и вернулась там по некому Блату. Ей удалось попасть не в дальние какие-то регионы, а в Воронеж. Вот она там заканчивала театральный институт. Ну и так далее, и так далее. И среди нас эти истории тоже есть. Когда вы первый раз приехали в Карачаево-Черкесию, что вообще, не знаю, удивляет, поражает, возмущает, когда ты видишь культуру, быт народа? Ну, вы знаете, тут есть вещи традиционные, которые, наверное, отмечаю не только я, это ваше совершенно потрясающее гостеприимство. Сегодня, вот после спектакля выступал здесь... Включая Борис Хаджа Ахматович. Да, и он сказал, что я приглашаю вас, давайте сделаем традиции, регулярное посещение Карачаево-Черкесии. Я думаю, что нам придется менять сценические костюмы, потому что такое количество хычинов и мяса, что в одни размеры мы не влезем потом. Но мне, если честно, я в Карачаево-Черкесии первый раз был, может быть, лет 10-12 назад, и мне, честно говоря, я больше удовольствия получаю не от экзотики, не от того, что я нахожу что-то отличное от наших мест или от наших людей, а от того, что я постепенно здесь становлюсь своим человеком. Там, может быть, произношение мое не позволяет, но кто-то мне сказал, что я уже практически илю здесь. И вот эта высокая оценка очень приятна. Приятно, когда бываешь в домах, когда к тебе уже относятся не как к заезжему гостю-туристу, а как к своему. Ну, это, кстати, тоже, может быть, причина того, что спектакль удался, потому что за эти годы я тут много чего увидел, через себя пропустил. История про гостеприимство. В Карачаевске на базаре мы покупали какие-то там арбузы, и я зашел в ларек, такой маленький магазинчик, где продают всякие мелочи. Ну, все, что может быть освоено местными покупателями, что составляет бизнес местного предпринимателя. И я туда заходя, вижу краем глаза, что в углу стоит стол, и хозяин этого магазина, он же продавец, ест суп. Я, проходя просто изверженностью, говорю, здравствуйте, приятного аппетита. И он одним движением руки, совершенно не замешкавшись, ставит на стол вторую тарелку, наливает туда суп, говорит, спасибо, садись, поешь, пожалуйста. Вот это, на самом деле, конечно, для приезжих потрясающе. А суп вкусный был? Суп неплохой, да. Вы мне рассказали одну интересную деталь про дедушку Абукали, что вы приедете летом к нему в гости. А тут, вы знаете, у меня родители умерли, отец давно, мама тут два года назад. И любого человека тянет там прижаться к морщинистой щеке, какое-то тепло ощутить, с кем-то поговорить, как со старшими. В определенной степени, конечно, родителей не заменишь, но в определенной степени и Абукали, и его жена Гукаджан для меня стали таким родительским домом, их дом стал. Я для них тоже, вот у Абукали трое дочерей, у него такая, значит, тяжелая жизнь, я думаю, была, пришлось много работать. И он во мне там что-то такое аналогичное сыну пытается найти. Вот он мне говорит, ты можешь летом приехать, сейчас уже заехал по спектаклю, а можешь летом? Могу, а чего? Он говорит, я дам тебе корову пасти свою, она у меня своенравная, будешь ее искать. А я соседям буду рассказывать, что вот у меня профессор Минкин, доктор наук, но так как он мне сын, он у меня корову пасет, мне будет приятно. Договорились, вроде как. Теперь придется летом брать отпуск и приезжать помогать, да? Ну да, я причем думаю, что он готов коровы пожертвовать, зная моей неспособность пасти, но... Позавчера в Малокарачаевском районе сказали, что вы уже себя чувствуете местным жителем, правильно? Сегодня официально Борис Хаджи Ахматович на сцене сказал, что вы все жители Карачаева-Черкесии, теперь у вас официальный статус жителя Карачаева-Черкесии, что обязывает приезжать почаще еще к нам в гости. А в дальнейшем творчеством заниматься планируете? Я имею в виду спектакль, пьеса. Вы знаете, вчера тоже так обсуждали мы с карачаевцами в Карачаевске, и они высказали такую мысль, что получился хороший спектакль, но он трагический. Можно ли попробовать попросить, ну не меня, конечно, а Пронина, как автора сценария, написать про карачаевцев пьесу веселую, может быть, комедийную. И я, пометуя о том, как карачаевцы опаздывали на все наши спектакли, приходили через час после его начала, основываясь на своем обычае опаздывать на свадьбу, придумал рабочее название «Карачаевцы. Сигналы точного времени». Вот, может быть, попробуем такую выпустить. То есть уже начало есть, да? Да, конечно. Спасибо вам большое от имени всех жителей Карачаева-Черкесии за спектакль, за интервью, успехов в жизни, в работе. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Границы Родины под надежной охраной. В преддверии образования пограничной службы в системе органов госбезопасности стражи рубежей Отечества запустили акцию с символичным названием «Сила пограничников в единстве с народом». В ее рамках запланированы культурно-развлекательные мероприятия для населения приграничных территорий, профориентационные встречи с молодежью и уроки патриотического воспитания. Ахмат Халкевичев продолжит. Это первый концерт, организованный в рамках акции «Сила пограничников в единстве с народом». Дать старт циклу праздничных мероприятий «Наши стражи рубежей» решили в ауле Хурзук не случайно, ведь Хурзукская погранзастава – одна из первых, которая появилась на территории Карачаевой-Черкесии. Ну а местные жители говорят, что именно с Хурзука берет свое начало не только чистейшая Кубань, но и Россия начинается отсюда. Зажигательные, танцевальные и вокальные номера ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа» пограничного управления порадовали всех. В новом ДК помимо местных жителей собрались и семьи пограничников. В рамках мероприятий также запланированы профориентационные встречи с молодежью с целью привлечения их к службе в рядах страж-рубежей Отечества. Часто очень у нас бывает такое, что дети просто опаздывают, не знают. Многие хотят связать свою жизнь с военной службой, в том числе и с пограничными органами. Но, как говорится, незнание иногда им просто это не даёт. Незнание чего? Порядка поступления, незнание порядка, как это все делается. Поэтому мы вот эти вопросы приехали как раз и будем освещать, говорить с людьми по этому вопросу. Это главная наша задача. Чем больше людей, местных наших товарищей будет служить у нас в пограничном управлении, тем больше, я надеюсь, надежда и охрана границы будет более надёжной. Так как Хурзук из категории труднодоступных населённых пунктов, такого рода массовые мероприятия здесь не особо частое явление. Ну а в постпандемийный период концерт от пограничников стал первым событием, собравшим всех аульчан. Очень организованный, отличный концерт. Ну, вы видели, что и жители аула пришли на концерт посмотреть, и застава приехала посмотреть. После пандемии вот это первый концерт. Такие концерты необходимы, потому что детишки ничего не видят, они не видят живых артистов. Эти концерты, конечно, необходимы детям. Больше детям, чем, наверное, взрослым. Понравился тебе концерт и особенно что тебе запомнилось? Мне понравился концерт, мне понравился. А что тебе больше всего запомнилось из выступлений артиста? Мне запомнилось, как танцевал ансамбль. Которые выступали в военной форме старой, да? Да. А ты знаешь, какого периода эта военная форма? Великое отечественное время. А откуда ты знаешь, может, учителя вам рассказывали, да, в школе? Да. Как поведали еще организаторы, подобные мероприятия пройдут на всех приграничных территориях нашей республики. Ахмад Халкесчев, Роберт Жекутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Астемир Борсов – молодой талантливый педагог дополнительного образования, который за пять лет своей профессиональной деятельности в качестве учителя завоевал сердца своих учеников и успел стать для них больше, чем наставник. Он учит разным техникам рисования и лепки, тем самым прививает художественный вкус, помогает им увидеть красоту в себе и окружающем мире. С творчеством учеников сенсея познакомилась Ватима Даурова. Найти преподавателя, который будет открыт к позитивному общению – это удача для обучающегося. Такой учитель прерывает свои объяснения, чтобы ответить на вопрос. Не боится вести диалог и отвлекаться от академического изложения темы. Он весел, доволен своей профессией и не устает пересказывать одно и то же в поисках нужных слов для каждого ученика. Астемир знает, как важно новичку получать одобрение своих трудов, поэтому уважает творческий поиск самих ребят. Он не говорит загадками. Вместо непонятных выражений ученики слышат конкретный совет. Где поднять линию, изменить угол, а где сделать шире овал? Всё зависит тоже от ребёнка, от характера. С каждым работаю индивидуально. Нельзя сказать, что всем одинаково это объяснять не получится. Поэтому работу выбираем, что больше детям нравится. Я им даю свободу выбора. Вот уже пять лет Астемир работает в Хаббисском центре творчества детей и подростков. За это время молодой преподаватель успел заслужить любовь своих учеников, уважение их родителей и высокую профессиональную оценку коллег по творческой мастерской. Он у нас педагог, мастер, наставник. Увлечённость своей работой, свою увлечённость передаёт детям. Дети тоже занимаются с большим интересом. Некоторые как хобби, другие выбирают себе профессию. Мы видели, что у ребёнка есть таланты, но какие, куда её направить, не могли определиться. Один день она попросилась к Астемиру Завудиновичу. Она говорит, у нас появился в школе такой педагог. Ну, хорошо, посмотрите. В первый же день она пришла домой с готовым изделием. И, конечно, мы поняли, что раскрыли скрытые таланты ребёнка. Ученики Астемира Борсова – активные участники, победители и призёры конкурсов детского творчества разных уровней. Эти удивительные фигуры и композиции слеплены маленькими ручками. Кто-то тратит на своё произведение день или два, а кто-то целый год трудится над каждой деталью, чтобы в итоге получилась такая красота. Гончарное ремесло усваивается детьми с интересом. Асиат и Снежана – две подружки, которые решили после кисти и холста научиться декоративной лепке. Именно здесь я получаю вдохновение. Мне это очень нравится. Я люблю то, чем я занимаюсь. У меня работает фантазия. Я знаю, что мне нужно сделать, как всё сделать. Такую профессию я бы не выбрала. У меня есть хобби, которым я буду заниматься, и мне кажется, очень долго. Человек, несущий детям красоту мира искусств, уже выбрал свой путь. Теперь же он помогает осваивать детям тропинки, которые в лучшем случае для них могут стать профессиональной дорогой в будущее. А если они выберут другой путь, тонкое эстетическое восприятие мира, привитое учителем и наставником, поможет детям видеть прекрасное, в простом и наслаждаться этим. Фатима Дорова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Хабецкий район. Сегодня день рождения интернета. Он празднует свою 31-ю годовщину. Всемирная паутина произвела фурор в интернете и совершила серьезный переворот в области информационных систем. Интернет стал наполняться и развиваться ежесекундно. И сейчас мы уже не представляем свою жизнь без интернета. Но хочется читать только приятные, позитивные новости на просторах всемирной паутины. Пусть будет так. Будем надеяться на лучшее. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра.